О! Сделано в Рэдбарн. Партнер этого сезона – интернет-магазин с крутой подборкой ярких детских товаров. abumba.ru Сколько можно терпеть этот обман? Он везде. Обман. Везде обман. Как говорил прекрасный мой любимейший доктор Хау. Как я его люблю. Как я его люблю. У нас есть выпуск про него, между прочим. Да, все врут. Все врут. Вы знаете, и психологи тоже знают, что все врут. И поэтому нам важно смотреть на то, как говорит клиент о чем-то, а не на то, что он говорит. Но сегодня мы будем говорить про то, как врут наши дети. Это филигранно может быть периодически. Обожаю просто за этим наблюдать. У меня, кстати, есть тоже еще один лайфхак из комментариев в социальной сети. Я потом вам расскажу. Нельзя, да, в эфире? Да нет, можно, ладно. Просто сразу в начале хорошо. В общем, там были в целом комментарии с лайфхаками. И про монстров, и про еще что-то. И один из комментариев был. Мне как-то врал мой сын. И я ему сказала, что, знаешь, когда ты врешь, ты очень часто моргаешь. И теперь, когда он хочет соврать, он стоит и с выпученными глазами старается не моргать. И она понимает. Как коварно это! И сразу чуется ложь, понимаете? Это ужасно коварно с твоей стороны. И ведь ты тоже врешь, получается, да? Ну, я этого еще не говорила. Это я просто вычитала такой лайфхак. Так что сегодня у нас очень полезный выпуск. Слушайте его до конца. А зачем? А чего ты хочешь? Как ты вообще относишься тогда к вранью детскому? Вот поделитесь со мной своим отношением. Начнем с этого. Я этот лайфхак не использовала, потому что как будто бы я всегда стараюсь всем доверять. И даже если они мне врут, значит, они так выбрали, значит, это их выбор. Пожалуйста, соврали. Это поэтому на тебя опять кредиты взяли, да? Не, на самом деле мне очень подходит вот эта история. Я человек немнительный, довольно доверчивый. Я считаю, что проблема у того, кто врет. Да. Не то, что мне вот человек соврал. Вот на этой почве мы с вами и сошлись. Абсолютно так же. Хоть нашли какую-то почву. Друзья, наконец-то мы нашли, что нас объединяется. Почему мы здесь сидим. В этой компостной яме звукозаписывающей. На самом деле совершенно верно, но это должно быть уже следующая стадия отношений между взрослыми. А что нам прикажете, Юлия Константиновна, делать с ребенками, которые лгут? Давайте для начала сделаем разницу между ложью и все-таки фантазией. Грань тонкая. Расскажу свою историю. Была маленькая. И мне мама рассказывала, что однажды она оставила открытым окно, а я маленькая лежала в комнате. Залетела огромная-огромная птица, там чуть ли не ворон. И мне так понравилась эта история. И когда я шла с своей двоюродной сестрой, с ее подружкой, там им было по 16, а мне вот 6. И я говорю, мама мне рассказывала, что залетела огромная ворона, и уже меня схватила уносить. А она меня спасла. Ну то есть я дофантазировала. И сестрина-подружка поворачивается и говорит, а что ты врешь? Так что, живется интереснее? И мне так оскорбилось. Я думаю, такую шикарную историю вообще дорисовала. А они не ценят этого всего, глупые людишки. Вот. Разница между ложью и фантазией. Где она? Ложь начинается как раз таки с фантазирования, с так называемого магического мышления. Когда ребенок начинает апеллировать разными понятиями, объектами, он фантазирует. Во-первых, он приходит от этого в дикий восторг, что вообще-то так можно. Он вообще до этого, как говорится, допетривает. И это вообще, на самом деле, очень сложный процесс. И этот этап очень важен и в формировании мышления ребенка, формировании его образного мышления, формировании его памяти. Вообще-то, вы подумаете, это надо же просто что-то спрогнозировать, чтобы соврать, да? Оценить риски. То есть для этого нужен особый уровень уже интеллектуального развития. Ну и к тому же, это такой этап подготовки к взрослой жизни. Потому что ложь – это часть такого, это социальный конструкт. Это нам для чего-то нужно. Многие конфликты решаются с помощью лжи. Ну, чаще, чем что обсуждать, можно просто соврать. Представьте себе мир, где все говорили бы только правду. Это невозможно. То есть на самом деле, я тут хочу немножко обелить детскую ложь. Во-первых, это некоторый этап его подготовки ко взрослой жизни. И во-вторых, это как бы нифигово они могут это делать иногда. Это еще надо постараться так соврать. Слушай, а это ведь еще и проверка границ, да? Да, родительских, как вот когда ребенок в детстве, в самом маленьком детстве, да, там начинает что-то, ну, шкодить, например. Сочинять? Нет, нет, именно шкодить, да? Вот ты говорила, что... Ты говорила, что ребенки так проверяют границы. Вот где можно, где можно. Конечно. С ложью – это какой-то более сложный этап. С ложью – сложный этап. С ложью – сложный этап. Во-первых, ну а на ком ему еще проверять, как ни на родителях? Безусловно. Это новое обретение, скажем. Это новое его приобретение. Новый скилл, конечно. Он же, когда понимает, что вот это так может... А так можно было, да? Ему нужно это срочно в мир понести. Мама, я не пойду в школу, я заболел. Прекрасно. Ты руки помыл? Нет. Нет, значит, ты руки помыл? Конечно, помыл. Мыл ли он там руки? То есть можно ничего не делать, просто сказать, что ты сделал. А, подожди, подожди. А недоверчиво. Давай сейчас. Давай, ролевая игра. Ты ребенок, я мать. А ну дай понюхать. Да? Вот эти вот мамы. Вы какая мама? Я верю на слово ребенку. Я верю на слово. Я не буду... Я тоже верю на слово. И я искренне считаю, что они мне не врут, как будто бы. Но мне так кажется. Более того, знаешь, насколько это заходит, что я могу что-то приготовить поесть, там они сидят и сидят, и такие, у папы вкуснее. То есть я иногда думаю, даже, да лучше бы ты соврала сейчас, и сказала бы, что у меня вкуснее. Ужасно. Нас, наверное, не возьмут замуж второй раз. Но мне тоже ребенок говорит, что папа лучше стрижет ногти или что-то у него там из еды лучше. Омлет вкуснее у папы почему-то. Ну, как бы я думаю, у него яйца всегда с собой, конечно, у него вкуснее. Омлет. А у меня спагетти, казалось бы, да, что можно испортить спагетти, но нет, у папы вкуснее спагетти. Ну, ты, видимо, очень способная, раз как бы такие вещи получаются. Я, да, я такая кухарка, очень классная. И поэтому в эти моменты мне хотелось бы, чтобы они соврали. А не надо заставлять меня готовить каждый день. И будет нормальный омлет. И вот эта первая ложь, о которой я говорила, как магическое мышление, это как игрушка, которой вот, да, ребенок начинает манипулировать и пользоваться. И, конечно, здесь одна из самых главных ошибок родителя, когда он это начинает замечать, вставать в позу и начинать упрекать, упрекать ребенка. Ага, вот когда, как вот эта вот подружка или сосед, который тебе сказал, почему ты врешь? Вот так поступать не надо. Если сейчас, да, родитель может заметить, что это вранье, но об этом можно прямо сейчас здесь, ну, вот, правда, не говорить. Ничего критичного не будет, если ребенок, правда, не помыл руки при этом, да, хотя сказал, что помыл. Понимаете, потому что ложь настолько социально сложный конструкт, которым нужно вообще-то правильно уметь пользоваться, где можно пользоваться, где нельзя пользоваться. И это не спускается на нас, как некий дар. Это все-таки что-то, чем важно, учиться. В общем, учиться врать нужно, и для этого у нас есть детство. Мы начинаем с этого, и, конечно, начинаем с родителей, безусловно. Мы стыдим ребенка за ложь? Нет. Не стыдим. Давай посмотрим, чего ты добьешься стыжения. Вообще, чего можно добиться стыжения? Не-не-не, я просто рассуждаю рядом с тобой, не более того. Опять, школьный пример всплыл, девочка Рита, надеюсь, она жива-здорова, в отличие от дедушки, которого она похоронила дважды за пятый класс. У меня есть такая девочка, которая в взрослом возрасте уже 30 лет, и она на работе несколько раз говорила, что она уже, я не знаю, может, у нее дедов очень много. Большая семья. Она вечно пропускала там дедлайны, сроки, и всегда говорила, что умер дед. Да. Знаешь, почему дед? А знаешь, в чем прикол, что ей еще деньги на похороны собирали в этот момент? Все четыре раза. Ну, типа, надо девочке помочь же, там, у нее сейчас грустная ситуация, давайте поможем. Мне кажется, так, забыли этот лайфхак, все, кто подумал. Опа, сейчас я буду всем говорить, что у меня дед умер. Ладно, у меня была такая преподавательница по одной хорошей дисциплине в университете, и она мне рассказывала историю, как девочка пришла за экзаменом, ну, очень такая тихая, грустная. Она говорит, поставьте, пожалуйста. Она говорит, да что тебе ставить? У тебя не было, у тебя не было весь семестр, я вообще не знаю, ты кто такая? И она говорит, ну, я, конечно же, поставила молча, обняла ее. А через месяц мама-то пришла. А я ей говорю, вы умерли? Она говорит, нет. И вот мы так перекидывали. Ну, это очень такие жесткие уже экстремальные варианты. Скорее всего, они откуда-то выросли. Мы сейчас говорим, конечно, о том, когда ребенок только научается. И опять возвращаясь к этим пресловутым... Умершим дедушкам? Нет, нет. Мытым рукам, ну, правда, если, ну, вы видите, что ребенок соврал, ну, не надо говорить, фу, как не стыдно врать своей матери. А что делать? А как лучше ответить? Просто можно констатировать факт, например, слушай, вижу, что не помыл, иди помой, пожалуйста. Это очень просто и очень удобно. Да. Я вижу, что ты не помыл. Ну, не помыл, да. Иди помой, пожалуйста. Не помыл. Может, ты забыл? Да. Пожалуйста, иди помой. Тебе, наверное, показалось. Ты, наверное, так заигрался, что подумал. А я, кстати, видела вот этих мам, которые, знаете, у них есть мгновение. Вот ребенок, ну, там, да, вот он не помыл руки или ты там почистил зубы. Они видят, что ребенок лжет, и им, я вижу мгновение на их лице, они вот это переживают и говорят, сынок, ты перепутал, наверное, пойди-ка, почисти все-таки зубы. И они вот каждое слово оттачивают. Ребенок понимает, что как бы дальше не воюем, идет, чистится. Да, и маму как бы здесь не на... Да. Не обманешь. Не обманешь. Не вводит в заблуждение, ты хотела сказать. И при этом он пытается все равно это делать, и все равно он будет это пытаться делать и тренировать это мастерство, но никто его за это стыдить не будет. Да, но он в таком случае тренируется в безопасных, так сказать, условиях. Да, и вот как раз таки история про родительские границы. Фу, как тебе бесстыдно, там, мать ей врать. Это тетки пускай чужие говорят. А когда вот, да, мама такая вот, ну, видит, немножко внутри себя улыбается и говорит, вижу, что не помыл. Пойди помыл, пожалуйста. А знаете, мне кажется, где еще они могут научиться врать и вообще вот это использовать? Я помню, сама когда была в детском садике, у меня была девочка в группе, и тогда были очень популярны тамагочи. О, конечно. А ты знаешь, что сейчас некоторые маркетплейсы запускают тамагочи, чтобы привлечь покупателей? Конечно, да, с удовольствием куплю. Артикул, пожалуйста, скиньте мне. Так вот, прихожу я в садик, и у нас там у всех эти обычные тамагочи приходят. Девочка Диана, Диана, привет. И рассказывает, а у меня дома такой тамагочи. Он, в общем, такой большой, показывает своими ручками, вот так сложив. У него есть ножки, он ходит на ножках, и еще у меня есть от него даже пульт, и он может подойти там ко мне со мной поговорить. И я такая думаю, капец, какой у нее тамагочи классный. Ну, ты пошла к ней домой после садика? Нет, конечно, не пошла, просто я поверила. Прихожу домой, маме говорю, мам, ну, блин, у нее вот такой тамагочи. А почему у меня вот такой? Где вот такие взять? Она говорит, да, то твоя Диана брешет. Да, и она мне говорит, да не бывает таких. Она тебе там пошутила, сочинила, наврала. А я же верю, я до сих пор вот так верю. Так это не проверила. Мне если говорят, что меня любят, и я единственная, я так и думаю, что я единственная. И не важно при этом, что в этот момент звонит жена. Да, да, да. Тамагочи, ты проверила, был или нет? Да не было, конечно, ничего. Но ты уверена? Да уверена. Позвони, набери Диане. Да я сейчас, я потом с ней училась еще с первого до детства класса. Она присталась? Смотрите, я хочу тут вам немножечко сказать, что правда до школьного возраста, вот это, когда мы говорим там 3, 4, 5 лет, ребенок, для ребенка слова имеют магическое мышление. То есть он не просто врет, он сам в это может искренне верить. Потому что мы же в этом возрасте как раз и сказки читаем, и вот это у собачки заболи, у кошечки заболи, у Ванечки пройди. И тут у нас история Деда Мороза, Снегурочка. То есть он начинает манипулировать, что он верит в то, что вазу разбил не он. Или что история про сливы Толстой, да, написал? Лев Николаевич? Про какие? Рассказ про сливы. Когда мальчик съел все сливы. Да, все сливы, да. Не помню. Да, и вот, ну а в этом вот сливы тоже не он съел. Ему прикольно, что как будто он это сказал, и это стало его реальностью. Вот. А уже потом, когда мы говорим про там начальную школу, здесь уже, конечно, ложь используют для того, чтобы просто упростить себе жизнь в чем-то. Опять-таки история про руки, например. Пришел он со школы, да, помыл руки, не помыл, что получил, там где был, ходил в магнит, не ходил, как вот у нас, где гоняют первоклашки. Я до сих пор помню, как я вообще узнала, что я высаживаю своего ребеночка просто вот прямо там у порожка школы. А потом я узнала, что они так смотрят, мама уехала, чик-чик-чик-чик, и в магазинчик ближайший за какой-нибудь фигней. Вот. Я только потом узнала. Я просто испугалась. Я за нее и все. Я сказала, давай, пожалуйста, я тогда тебя буду прям сразу рядом с магазинчиком высаживать. Договорилась, да. Все, что нужно, и потом будем до школы ехать. Ну вот это, кстати, их первая ложь. Она такая, мне кажется, самая забавная, самая смешная, потому что вот у меня дочка, три года ей, и она уже начала меня проверять там, когда ей было, это было год назад. Она может на столе нарисовать что-то или на стене. И я говорю, Тася, а кто это сделал? Федя. И такая. Ну типа, она появилась сейчас. Я говорю, Федя это сделал? Она говорит, да, да, я видела это, Федя сделал. Это с третьим ребенком, да, только такое получается уже. Да. Я говорю, Федя, дядька, подойди, пожалуйста. Я говорю, это ты делал? Он говорит, нет, не я. Она опять. Стоит, просто всех обманул. Да, человеку три года, а она уже такая вкуривает, что она делает? Слушай, ну у нее как бы двое впереди. Она-то быстрее, конечно, развивается. А моя правда рубка. Я говорю, это ты сделала? Нет? Да. И вот, ну она не обманывает меня. А ей просто похеру, потому что она знает, что ей ничего не будет. Как только я говорю, Вера! Она, ой, обними. Да, 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 это тоже короночка. Обними Веру. Она не хочет ругаться. Она не хочет. Я говорю, она тоже не хочет, но мы сейчас будем. Интересно, да, с этой малышней. Но давайте переползем плавно к той лжи, которая уже не такая смешная, не такая безопасная. Мы с вами обсуждали детская ложь, которая, ну, там, вводит в заблуждение и становится опасной, когда ребенок врет из страха, да? Вот. Тогда почему ребенок врет, да, если вот когда он начинает использовать эту ложь? Что вы не так организовали? Ну, вот можно сейчас прямо про это подумать и поговорить. Да. Допустим, с ребенком случилось, ну, какое-то неприятное событие там. Кто-то подошел на улицу, кто-то что-то, может быть, забрал, отнял. Или более сложные какие-то ситуации, которые могли... Ну, это может быть насилие, да, уже коснемся напрямую этой темы. Это то, что, ну, оно существует рядом с нами, табуируется, замалчивается, никто не хочет об этом говорить, но, тем не менее, это случается, своего ребенка можно каким-то образом обезопасить. И с детьми, с которыми такая ситуация случается, они часто начинают после этих действий, они плачут, они закрываются, да, и вот родители, которые немножко отвлеченные, они могут спрашивать, что случилось? Дети говорят, ой, у меня живот болит, например, да, там, или что такое. Вообще, как бы их организм, конечно, может и так реагировать, но ребенок пытается найти доступный инструмент, чтобы, ну, от него отстали, да. Ты вот сейчас хорошие вещи говоришь, правда, немножечко витиевато. Вообще, по какой причине ребенок врет родителям? Какие причины есть для этого? Недостаточный уровень доверия какого-то. Не доверяет. Боится, что накажет за то, что скажет. Боится, что накажет, да. Боится, что накажет, не доверяет. Не знает, что будет. Не знает, что будет. Непонятно. Боится расстроить. Да, хочет быть хорошим. Хочет быть хорошим. Причина, то есть почему-то ребенок выбирает этот способ взаимодействия с родителями. То есть не просто так. Это вот патологическая ложь возникает у детей, когда, ну, просто, ну, правда, соврать – это спасти себе, ну, не знаю, жизнь, не знаю, спасти себе каникулы, спасти себе вечер, спасти себе общение с друзьями, спасти себе взаимодействие с гаджетом. То есть здесь важно понимать, как вы выстраиваете эти отношения с ребенком. Ну, как бы почему-то ему приходится вам врать. Потому что врать – это… Ну, есть, конечно, патологическая ложь, когда вранью – это такое все время… Удовольствие. Удовольствие такое небольшое, да? Удовольствие, знаешь, игра с жизнью, я получаю от этого удовольствия. Это отдельная тема. Она отдельная, она уже… Коучи любят такое, да? Нет, она уже связанная с, ну, таким психическими, не прямо нарушениями, но психологическими точно проблемами. А если ребенок вынужден все время врать родителям, тогда вопрос к родителям много. Есть несколько способов понять, что у маленького ребенка активно развивается ум, а в будущем у него вряд ли будут проблемы с оценками. Это подтверждено исследованием. О том, откуда берется сознание ребенка, как формируется его мозг и мысли, говорим в рубрике «Осознанный опыт». Первый признак – хорошая память. Если ребенок быстро узнает родных или знакомых, детей на площадках и помнит, где оставил игрушку, то он может быть интеллектуально одарен. Также, если ваш ребенок выбирает более старших детей для общения, это может быть признаком высокого интеллекта. Продвинутые малыши чувствуют себя комфортно в компании ребят повзрослее и даже могут у них учиться. О развитом уме может говорить речь. Согласно Институту Дэвидсона, Образовательному фонду для одаренных детей, ранее освоение языка характерно для очень умных малышей. Если у вас плохо спит новорожденный или ребенок школьного возраста, это может расстраивать всю семью. Но согласно исследованиям, одаренные дети обычно поверхностно и плохо спят, потому что их мозг настолько перегружен обилием процессов, что им сложно уснуть. Также одаренные дети чаще всего активны и жизнерадостны, при этом достаточно характерны и ранимы. Мозг развивается быстро, эмоции усиливаются, а опыта, чтобы держать их под контролем, еще недостаточно. Такие дети эмпатичны, и у них складывается хорошее чувство юмора, которое всегда считалось признаком высокого интеллекта. Наблюдайте за вашим малышом, общайтесь с ним и удивляйтесь его успехом. Вещи, которые способны облегчить жизнь родителям и обеспечить гармоничное развитие детям в первые годы жизни, собраны у партнера нашего подкаста – интернет-магазина ярких детских товаров abumba.ru. Зайдя на сайт, мамы и папы найдут крутую подборку брендов, которые не представлены больше нигде, и дизайн, который разработан с заботой. Но давайте по порядку. Самая известная развивающая игрушка обумбы – умный зайка. Это must-have каждой мамы и ребенка, ведь он умеет петь, угадывать цвета и рассказывать сказки. В арсенале зайки – добрые песенки Шаинского и известные сказки автора Катерины Кузьминой и композитора Алексея Чуканова. Помимо этого, игрушка развлечет малыша целой подборкой познавательных звуков, а белый шум успокоит и поможет уснуть. Что еще важно – умного зайку удобно держать, малыш точно оценит специальный хват, ведь его дизайн разработан именно для крохотной детской ручки. Если ребенок уронит игрушку – ничего страшного. Зайка очень прочный и точно не обидится. Особенным подарком для ребенка станет малыш-лисенок. Он расскажет, что нарисовано на обучающих карточках, будет читать сказки, петь песенки и проигрывать белый шум. В него загружено еще больше доброго и познавательного контента, который поможет ребенку развиваться с удовольствием, а маме – больше отдыхать. Купить умного зайку, малыша-лисенка и другие развивающие игрушки для детей можно по ссылке в описании к этому выпуску. Еще у меня появилась такая одна вкладка – ребенка могут наставлять солгать. Он может и не сам. Например, ребенок, который никогда не обманывал родителей в каких-то таких масштабах. Он попадает в компанию. Или это может быть контакт с другим взрослым. Вот это вот, знаете, а давай маме не скажем. Ну это я думала, зайдем мы туда или нет, конечно. Да, мы уже зашли, Карин, к сожалению, придется об этом, ну и об этом тоже поговорить. Мы просто с вами в первой части такой… Лайт какой-то соблюдали. Да, я думала, что мы сюда придем. Разобрали, но первое, о чем мы должны как родители заботиться, это не только досуг ребенка, и чтобы он поел, попил, и чтобы его не тронул никто чужой. И это разное может быть. И мы знаем печальную статистику о том, что насилие над детьми чаще всего совершает не посторонний, а близкий круг. И важно, что вот это вот давай маме не скажем, этого просто не должно быть. Этого просто не должно быть. И никто не должен эксплуатировать эту вообще речевую конструкцию. Нет таких вещей, которые мы не скажем маме и папе. Да, то есть они где-то так вот не должны быть. Я, например, никогда не говорила своему ребенку там, ой, не говори об этом там дедушке с бабушкой или о чем это. Что это за информация, которую мы не можем рассказать дедушке и бабушке. Да, это что-то вообще такое. И я считаю, что эти все вещи нужно ребенку тоже объяснять. Но опять, не напугать его, не напугать, а как бы поступательно, частями выдавать эту информацию. Еще прикол такой есть, я помню. Скажи правду, тебе тогда ничего не будет. А это вот, если нас смотрят дети, не ведитесь, это жесткая подстава. Это ремень. Следующий этап – это ремень. А потом вам никто правду не скажет по факту-то, когда вы такой используете оборот. Конечно. И вот это интересное противоречие в семьях, что семья – это место доверия, а с другой стороны, не смей мне врать, это абсолютно противоречие друг другу тезиса, безусловно. Если семья – это место доверия, то ребенку все-таки меньше придется врать. Конечно, он будет это делать, потому что и врут и взрослые. Давайте признаемся, друзья, сами себе, прямо здесь, сейчас. Насколько вы честны. Что мы тоже врем. И мы врем нашим детям. Кто не врал детям? Ну, что считать ложью? Что считать? Я куплю тебе квадрокоптер, если я говорю, я покупаю. А вот меня мама, кстати, в детстве обманула, и я хочу у мамы тебе передать привет, потому что куклу Барби на лошади, она обещала купить мне два года, и так и не купила. И знаете что? Я вспоминала об этом. В 11, 12, 14 ей бы пойти закрыть гештальт. А она говорит, ну что ты, ты же уже лошадь большая сама. Зачем тебе эта кукла? Я говорю, ну ты же обещала. Так детей не обманываю. Мне легче и честнее для меня пережить детскую истерику, если я скажу, что я не могу купить тебе живого пони или вонючего хомяка, вот. Потому что мой недавно так издалека зашел, а мы с бабушкой хоть сходили к Амилии, и у нее живет хомячок. И такая драматическая, знаете, пауза. Я говорю, ну вот я подумал, может быть, и у нас мог бы жить хомячок. Я говорю, нет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что попугай два дня сидит без корма. Я говорю, и у него грязная клетка. Я говорю, давай с тобой попробуем сделать выводы. Я говорю, что мы сейчас приедем домой и будем делать? Такой, в свой второй подвороток вот так вот сделал. Убирать клетку варсика. Я говорю, вот, а потом мы поговорим о хомяке. Ну, к разговору о хомяке мы так и не вернулись, а прошло уже три дня. Дарю, друзья, лайфхак. Как отсрочить разговор о хомяке? Да, это будет... Лайфхак авторства Екатерины Шипалова. Да, а тут у нас целое... Мы можем, в принципе, с вами втроем книгу уже написать, да? Я думаю, что точно. Да, да, как бороться с монстрами от Каринки, как не купить ребёнку хомяка от Катеринки, и... А я отредактирую. Чуть-чуть психология от Юлинки, Юлянки. Да. Юляшки. Мне кажется, идеальное просто будет... Мне кажется, классная будет книжка, кстати. Могла бы, да. Это будет такой новый... Назовём её Мазерлод. Да, да, да. Мазерлодина. Вы стали свидетелями зарождения масштабной идеи. Зачатия. Зачатия. Вы стали свидетелями зачатия. Когда вы ещё поприсутствуете на зачатии, друзья? Приедем, наверное, к заключительному слою этого пирога. То есть ты хочешь сказать, что мы всё про ложь, глагол не будем, да, говорить? А, ну ты же пошутила уже так два раза, Юль. Ну я старая, я забываю. Я знаю, да. Ты скоро начнёшь говорить, у меня есть на эту тему анекдот. Слушай, слушай, а смотри, мне уже можно говорить. Я не вру, я просто забываю, вот и всё. Точно. Я просто забыла, как есть на самом деле. А у детей такой отмазки нет. Да, но я точно говорю, что я грешная. Бывало, что я врала детям, безусловно, конечно. Типа девчонки... А ты как врала? Знаешь, а сейчас, мам, ты куда? Я говорю, меня там девчонки пригласили куда-то. На самом деле, ни девчонки, ни куда-то, а в определённой... Да не надо записывать. Ну нормально, скажи, про лошадь, про пони. Да не было у меня такого. Последний раз я соврала с моим ребёнком, мы были в Турции. Я очень хотела остаться в баре. Мы подходим к ней, к... Юля! К лифту. А я говорю, слушай, я забыла воду взять нам на ночь. И пошла, и не вернулась. Ну у меня такая же ложь. Я говорю, я на работу, а сама пошла там на свидание. Давайте так. Наверняка это опять можно будет вырвать из контекста. Ну так, какую ложь мы можем причислить к безопасной, когда мы обманываем детей? Что это может быть? Ту, которая никогда не вскроется, например. Я считаю вот так. Это какая? Твой папа был лётчиком? А вот он, кстати, прилетел. Папа ушёл за хлебом, как у нас у всех из 90-х годов. Слушай, мой вернулся. Твой вернулся, да? А мой нет. А у меня друг-то как-то раз ушёл за хлебом в Дивноморск на три дня, его родители искали. Но он тоже вернулся. Но он тоже за хлебом. Но он правда шёл за хлебом. Ну, кстати, мой папа ушёл не за хлебом. Он работал на пасеке, мёд собирал. Такая легенда была. Ну, вернулся-то хоть с мёдом? Вернулся с колбасой и грейпфрутом почему-то. С одним? Да. Один съел в метро. Я помню эту встречу. Это была колбаса, грейпфрут и что-то 100 рублей. Интересно. А какой год? Ну, 98-й, наверное. А, ну, 100 рублей нормально, чё. Ну, да, типа, а-ля тысяча на эти деньги была. Я куклу ещё купила. Куклу? Цельную куклу? Куклу со столом, чтобы там краситься. Нормально было. Подожди, или это тысяча была? На тысячу я купила эту куклу, да? Скорее всего, на тысячу, Карина. На тысячу, на тысячу. Значит, тысяча была. Слушай, вот, хорошо, абсолютно безопасно. Вот я не знаю, насколько это безопасно для детей, но точно, когда я врала, это когда был карантин, мы все вместе сидели, я закрывалась в кабинете, чтобы спать, и говорила, что я работаю онлайн. Вот и всё. Я не знаю, можно ли так врать, но мне было как-то так комфортнее, что я не просто прожигаю свою жизнь, потому что какое-то мне было переживание, что надо с ними что-то делать с детьми, а я хотела побыть одна. О, кстати, я знаю, как я обманываю своих детей. Давай. Я сижу в телефоне, листаю релсы, и они такие, мама, почему ты в телефоне, типа, опять? Я говорю, я работаю. Но по факту, как будто бы, я себя так и успокаиваю, я же занимаюсь продвижением, да, видеоконтентом, я как будто бы себя оправдываю тем, что мне нужно быть в теме, знать, что сейчас трендово, знать, какие идеи я могу оттуда почерпнуть. И я очень много контента потребляю, и я им говорю, что я работаю. Но по факту... Дело в том, что ты не врёшь, Карина. Это и правда твоя зона... Ну, это не совсем. Ну, не совсем. Можно было бы и поменьше косметики. Можно было, типа, себе поставить дедлайн. Вот сегодня в час, я там час за день. Это если бы у тебя тайм-менеджмент был настроен. Да, а у меня же его нету, и я поэтому тупо как эту жвачку потребляю-потребляю, и сижу, и вместо того, чтобы детям уделить внимание, я им говорю, да я работаю. Ты знаешь, Карин, отчасти твоя профессия творческая, как и моя. И я понимаю, что, к сожалению, тайм-менеджмент можно выстроить во многих вещах, но вдохновение, и вот когда ты понимаешь, что сейчас тебе нужна идея. И я в этот момент, честно, откладываю всё, иногда даже могу что-то там, ну, типа такое взрослое, важное пропустить. Я понимаю, что если мне сейчас нужно найти этот воротник, как его нарисовать, я могу остановиться посреди улицы и мне по барабану. Ну, это как бы, это не совсем ложь. Ну, вообще да, да, но они уже знают, что если я в телефоне, я работаю. Допустим, вчера я их укладывала, тоже там что-то делала, кому-то писала, отвечала. И, кстати, даже по работе. И, то есть, они такие, мама, ну, убери телефон уже. Маленькая мне говорит, мама, убери телефон, ляг с нами, полежи. А старшая говорит, она работает. Ты знаешь, что интересно, на какую мысль я сейчас нарвалась, и, наверное, она замкнёт как бы колесо, когда мы стали вынуждены ложью прикрывать своё желание отдохнуть, да, потому что желание отдохнуть, да, отдохнуть у матери троих детей, оно как будто бы совершенно незаконное, нелегальное, а вот поработать это святое. А какая разница? Вообще-то и то, и другое одинаково полезно. Второй момент я хочу сказать, что вот по теме, которую мы сейчас обсудили, по просмотру, у нас настолько смешалось личное и рабочее, что мы уже не понимаем, где мы можем обмануть. Я сейчас по работе переписываюсь, а ты переписываешься одновременно в четырёх чатах. Помните, было, наверное... Такой несовда, это... Слушайте, такое пространство. Лет десять назад было рабочий телефон вот этот. Да. Позвони мне на рабочий. А теперь твой личный телефон – это твой рабочий. Твой рабочий, твой садиковский чат. У тебя там всё, вся жизнь. Представляете, сейчас забрать у какого-то ребёнка, взрослого ребёнка, 34-летнего, его вот эту вот связь с миром. Ты куда пойдёшь? Ты что будешь делать? Ужас. Да, да, ужас. Я знаю только мамин номер телефона наизусть. Я знаю только номер дома мамы всё, и свой рабочий. Я даже не знаю номера квартир подруг, чтобы вы понимали, да, вот это наша общая проблема. Но я даже не смогу его узнать, потому что не смогу позвонить, и я вообще... А я буду орать в окно. Марина! А это говорит о чём? Мы дети девяностых, мы смекалистые, мы справимся. А вот отними у ребёнка телефон, но он не справится. Он будет подходить и говорить. Кстати, ложь бывает... Даже не у ребёнка, а, наверное, у человека, рождённого чуть старше 2000 года. Мне кажется, мы в этом плане более изобретательные, и мы придумаем, что делать. Нифига, нифига. Они сейчас... Понимаешь, мы врали просто, но хлёстко. Они многоэтажные сейчас выстраивают. Вот история с козой. У меня есть она. Я записывала её прямо в Телеграме. Дочь моей подруги, шестилетняя, учится в частной школе. Это была подготовишка, и дети пропали. Частная школа расположена в частном секторе. Такой семейный тип обучения. Пропали дети. Всех поставили на уши. Камер, шмамер. Видно, что дети ушли. Оказывается, Теона взяла своего одноклассника Ивана. Оказывается, они, когда ехали, она увидела во дворе в каком-то козу. И очень сильно у неё два урока зрел план на тему того, как она пойдёт гладить козу. Они подошли к этому двору. Теона черноглазая, смуглая, кучерявая, похожа на цыганского ребёнка. Они начали стучать в эту... Ну как они? Теона начала стучать в эту дверь. Вышла хозяйка. Она говорит, нас родители здесь высадили. Нам бы попить. И козу я у вас вижу. Можно ли погладить? Они зашли. В этот момент делегация из школы. Родители приехали. Они заходят. А у меня фотка есть. Они стоят с козой. Ну, уже попили. И знаете, что самое интересное? Ну, им поверили. Потому что дети были... Ну, обычно одеты. И там никакого золота, бриллиантов на них не было. Частный сектор. Она говорит, родители высадили нас здесь. Уехали. Нам попить. И козы надо. А отец Арменин Теоны, знаете, что сказал? Говорит, почему Иван так близко стоит к моей дочери? Иван, это тот, с кем она пошла? Ребён. Она увела просто с собой пацана, чтобы было не скучно. Вы представляете, шестилетнее дитё высадили нас родители здесь на улице, уехали, бросили нам попить. И вот у вас коза. Посмотрите, как сильно хотелось козу. Фантастика. Вы понимаете, что она не пропадёт никогда? Да. Дети в этом плане. Дети лгут для себя. Изворотливо могут делать. По разным причинам. Но они делают это точно для того, чтобы свою жизнь облегчить. Ну и как и многие взрослые, безусловно. Поэтому бояться, что дети врут, не стоит. Конечно, нужно транслировать то, что семья – это место доверия. Но если ребёнок боится сказать вам правду, то уже это место пусто не бывает. Уже всё как бы. Мы профукали эту историю. К сожалению, тогда возвращать доверие может быть довольно сложно. Я точно помню, почему я врала. Я точно помню, как я боялась наказания какого-то. Хотя я даже не знала, какое оно может быть. То есть не было никакого списка наказаний за конкретный проступок. Но я точно боялась. Я точно делала всё, чтобы родители не узнали. Вот точно. И сейчас я это уже обсуждаю с моими родителями. Только сейчас я могу это обсуждать, когда мне скоро 41. Но тогда это было невозможно. Тогда они точно очень мало знали о моей жизни, к сожалению. Я надеюсь, что сегодня я о жизни своих детей знаю чуть больше, чем родители знали о моей. Но мне пришлось тоже над этим как-то потрудиться. Да, пока ещё мои дети маленькие. И я вижу, что они мне доверяют. Что я не пугаю их. И если я говорю сыну, расскажи, пожалуйста, что произошло. Вот, например, они были в его комнате, он её ударил. Ну, ударил, правда, нехорошо, потому что она там сдвинула с места какую-то фигурку. Я зашла. Говорю, что случилось? Вижу, смотрит куда-то в угол. А маленькая плачет. Я говорю, расскажи мне, ты что, её ударил? Со скрипом. Ну, рассказывает. И мне грустно, что он ударил сестру. Но одновременно я рада, что он сказал мне правду, а не стал придумывать, что она упала и ударилась. Я знаю, что могу доверять своему ребёнку. Это делает мою сложную взрослую жизнь немножечко проще. Я могу положиться на своего маленького ребёнка. Ну, и очевидно, что для этого тоже была какая-то проведена опять-таки работа и над собой, и над общением непосредственно с ребёнком. Потому что, наверное, самое главное для того, чтобы ваши дети не врали вам, не врали нам, быть с ними честными, выстраивать доверительные отношения. И когда даже если возникает такая ситуация, что вы понимаете, что ваш ребёнок врёт, ни в коем случае не ругать за это, не стыдить за это, а стараться понять вообще, почему так происходит, и что в данный момент вообще ребёнок делает. Проверяет вас, проверяет ваши границы, проверяет, что может он, на что он способен, и как вообще он должен коммуницировать с родителями и в целом с окружающим миром. Или произошло что-то плохое, и вам нужно срочно подключиться для того, чтобы либо принять меры, либо спасать своего ребёнка от какой-то действительно сложной травмирующей ситуации. Не следует об этом забывать. Про монстров и страшилок это хорошо, но огромный сложный мир, где не все взрослые добры к детям и хотят им только хорошего. Мы тоже не должны об этом забывать. Б. Безопасность. Ну, ещё раз хочу напомнить, чтобы взрослые не паниковали, что всё-таки ложь – это некоторая социальная конструкция, не нужно этого бояться. И ребёнок учится врать как раз-таки рядом с вами, потому что… И на вас, извините. Давайте честно признаемся, что все мы это делаем, и взрослые тоже, нет кристально чистых, кристально частных людей, и что бы случилось с миром, если бы никто не врал. Поэтому это просто один из навыков, которые ребёнок использует, обнаруживает и практикует рядом с вами. Не бойтесь. Редактор субтитров А.Семкин